Игнатий Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец их решил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава Богу Господне на Тебе, Васья. Легко и ныне веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. О восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресу измертую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради причистой Твоей Матери, силы и честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благостье и человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти мне грешу, яка не коли же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавы, да будь мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста мои недостойного, схвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в ограбежи его даровал. В неделю пятую по Пасхе о Самаринине. Верую пришедшей на кладезь, Самаринине видеть я при мудрости в воду, Ею же напившись обильно царствие, Выше наследовало вечно пресно славное. Христос воскресе из мертвых. В Черном море не искусство брачной невесты, Образ написался иногда, Там о Моисе разделитель воды, Здесь же Гавриил служитель. Чудес. Воскресе из мертвых. Собь изначальное Слово Отцу и Духове, От Девы, Росшееся на спасение наше, Воспоим вернее и поклонимся, Якоб благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпеть, И воскресите умершее славным воскресеньем своим. Богородище, радуйся, двери Господни непроходимая, Радуйся стеной по крови притекающих к Тебе, Радуйся, необуреваемое пристанище и неискусство брачное, Роща плоти и Творца Твоего и Бога, Боляще не скудевай о воспевающих и поклоняющихся Рождеству Твоему. Христос воскресе из мертвых. Кандак. Куаду спаси мой, сошел еси, Врата сокрушивый, Яков всесилен, Умерших, Яков создательство воскресил еси, И смерти жалу сокрушил еси, И Адам от крятва избавлен быть, Человека любче, тем же все зовем. Спаси нас, Господи, Христос воскресе из мертвых. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего, ради Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Сына небесех, да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли Хлеб наш насущный дашь нам днесь И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим И не введи на свои искушения, но избави нас от лука в огонь Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь вопиемте сильный Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодрая сна, возьми, к миссии Господи, умы, просвети и сердце Усе, моя тверзь, его ежепетите, святая Троица Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас И ныне, и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От сна восстав, благодарю Тебя, вся святая Троица Я, ко мне, говоря, Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешного Не погубил меня со беззаконием моими Но человеколюбствовал еси обычно И в нечаянии лежащего воздвигл меня еси Воежу утрените, славословите державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои устав, поущайтесь со словесем Твоим И разумете заповеди Твоя И творите волю Твою И пете Тя во исповедании сердечнем И воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и пресно и во веки веков Аминь Приидите поклонимся Цареве нашему Богу Приидите поклонимся Христу, Царю и Богу нашему Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему Псалом 27 К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящему могилу Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе Когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло Воздай им по делам их, по злым поступкам их По делам рук их воздай им, отдай им заслуженное имя За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его Он разрушит их и не созиждет их Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих Господь крепость моя и щит мой На Него уповало сердце мое И Он помог мне И возрадовалось сердце мое И я прославлю Его песню моею Господь крепость народа своего И спасительная защита помазанника своего Спаси народ Твой И благослови наследие Твое Спаси их и возвышай их вовеки Псалом 28 Воздайте Господу, Сыны Божии Воздайте Господу славу и честь Воздайте Господу славу имени Его Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его Глаз Господень над водами Бог славу возгремел Господь над водами многими Глаз Господа силен Глаз Господа величествен Глаз Господа сокрушает кедры Господь сокрушает кедры ливанские И заставляет их скакать подобно тельцу Ливан и Сирион подобно молодому единорогу Глаз Господа высекает пламень огня Глаз Господа потрясает пустыню Потрясает Господь пустыню Кадес Глаз Господа разрешает от бремени лани И обнажает леса И во храме Его все возвещает о Его славе Господь восседал над потопом И будет восседать Господь царем вовек Господь даст силу народу своему Господь благословит народ свой миром Псалом 29 Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня И не дал моим врагам восторжествовать надо мною Господи Боже мой, я воззвал к тебе И ты исцелил меня Господи, ты вывел задо душу мою И оживил меня, чтобы я не сошел могилу Пойте Господу святые его Славьте память святыни его Ибо на мгновение гнев его На всю жизнь благоволение его Вечером водворяется плащ А наутро радость Я говорил благоденствии моем Не поколеблюсь вовек По благоволению твоему, Господи Ты укрепил гору мою Но ты сокрыл лицо твое И я смутился Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господу умолял Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу Будет ли прах славить тебя Будет ли возвещать истину твою Услышь, Господи, и помилуй меня Господи, будь мне помощником И ты обратил стетование мое В ликование Снял с меня вретище И припоясал меня весельем Да славит тебя душа моя И да не умолкай Господи, Боже мой Буду славить тебя вечно Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аллилуйя, аллилуйя Слава тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя Слава тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя Слава тебе, Боже Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Моя гомилостивая и всемилостивая Боже мой Господи Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился Чтобы спасти всех И снова Спаситель Молю тебя Спаси меня по благодати Если бы ты за дела Спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долгом Истинно так Богатый состраданием И неизвеченный в милости Ибо ты сказал О Христос мой Верующий в меня будет жить И не увидит смерти вовеки Если же вера в тебя спасает Потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо ты Бог мой и Создатель Да вменится же мне вера Вместо дел Боже мой Ибо не найдешь ты никаких дел Оправдующих меня Но вместо всех дел Да будет довольна вера моей Пусть она отмечает Пусть она оправдает меня Пусть она соделает меня Участником славы твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем Что отторг меня от твоего Слова Божия Руки и защиты Но хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос Спаситель мой Скорее приди ко мне на помощь Поспеши Я погибаю Ты Бог мой А чьего матери моей Сподоби меня Господи Ныне возлюбить тебя Как я возлюбил Некогда тот самый грех И вновь послужить тебе Без лености Как я прежде работал На сатану обольстителя Буду же прежде всего Служить тебе Господу и Богу Моему Иисусу Христу Во всей жизни моей Ныне и всегда И во веки веков Аминь Святой Ангел Поставлены блести Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешным И не отступи от меня За невоздержанность мою Не дай возможности Злому демону Починить меня себе Посредством этого Смертного тела Возьми крепко Несчастную Опустившуюся мою руку И выведи меня На путь спасения О, святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедной моей души и тела Прости мне все Чем я оскорбил тебя Во все дни жизни моей Если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня В настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы мне не Прогневать Бога Никаким грехом И молись за меня Ко Господу Чтобы Он утвердил Меня в страхе своем И садил меня Рабом Достойным Своей милости Аминь Пресвятая Владыщица Моя Богородица Святыми Твоими Всесильными Мольбами Отгони от меня Ничтоживая Несчастного Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение И все Скверные Лукавые И хульные Помышления От несчастного Моего сердца И от Помрощенного Ума моего И погаси Пламя страстей Моих Ибо я нищ И слаб Избавь меня От многих Губительных Воспоминаний И намерений И освободи От всякого Злого воздействия Ибо Ты Благословена От всех Родов И Твое Пречестное Имя Славится Во веки Веков Аминь Молите Бога Святые Угодники Божии Игнати Надежда Любовь Ибо мы Усердно К Вам Прибегаем Скорым Помощникам И молитвникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обрадованная Мария Господь С Тобою Благословена Ты в женах И благословен Плод чрева Твоего Яко родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Чеснага Животворящего Креста Господня Не остави Нас грешных Уповающих Надья Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа На сопротивные Дару И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил От самого Духовного Родителей С родника Благодетелей Метрополитов Марка Николая Агафангела Тихона Антония Священная Акима Павла Геннадия Сергия Иоанна Михаила Наума Кирилла Вадима Засима Владимира Максима Андрея И Глеб И Глеб И Глебу Не дай Погибнуть Буддистом Владимир Такую мирную Приводи 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 с нами Господи И защити Благодатью Твою Твоим Промыслом О нас И милосердием Только Ты знаешь Что нам полезно Приводи с нами Господи И всякую Вражду Врагов Укроти И потоки Лжи Изливаем Их Врагами Да Поглотить Земля И чтобы Оно не коснулось Ушей И сердца Верующих Никого Они не Отравили Быть может И Духа Святого Похулили Непрерывно Злословище Дело Твое И в судный День Господи Не помяни Им безумия Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе Господи Защити Жилища Наше И селение От Пожара Воров Нечистой Силы И благослови Живущих Там Андрея Игоря Игоря Владимиру Дай Веру Благослови Людмилу Владимира Любовь Владимира Николая Помоги Нам Господи Прожить Этот День В любви И радости Твоей Ибо Верующих Тебя Любящих Рожденных Смыш И водимых Духом Святым Исполняющих Свои Заповеди Ты Назвал Святыми Избранными Господи Помоги Нам Жизнью Своею Оправдать Такие Дивные Названия Слава Тебе Христе Боже Наш Господи Избавь Мы благодарим Тебя, что Ты услышал молитвы народа Твоего и позволил нам издать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного феофилакта архиепископа Болгарского. Сколько благодарностей мы получили, прославляя Тебя. Слава Тебе! Помоги нам издать еще трехтомник проповеди стиха. Пошли необходимое средство. И начальство типографии расположи к нам. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бога Иегова! Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Высшей Богу! На земле мир в человеках благоволения! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канон и церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай милостью Твоим всем, кто трудился над моею душою и возрастанием ее в Тебе, Борис, Степана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя! Господи, воздай милостью всем, кто строил эти жилища, где мы находимся, спасаясь от непогоды, от всего, что не славит Тебя, кто строил эти храмы. Мы вошли в чужой труд, но мы помним, Господи, как они трудились. Благослови их. И благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину, чтобы работы по устройству их жилищ были окончены благополучно. Дай им добрую работу, устрои жизнь по воле Твоей Святой, и соседей всех расположи к ним, и чтобы дом их сделался, как храм Божий, как у первых христиан, ежедневно собирались по домам. Прославляя Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей полна земля. Научи нас все это видеть. Прославляя Твое всемогущество. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформу в любви от зависти несчастивых от всего, что не славит Господа Бога нашего. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и возвратил нас в мире, и транспорт нас довел в целости. Аллилуйя! Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия. Господи, благослови отца Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Русику, да истинную Христову веру, дабы не верила же пророкам. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! И благослови путешествующих! Раису, Льва, Виктора, Константина, Галину, Александра. Сделай их движение безопасным. И попавшую в аварию сестру нашу Елену, сохрани. И чтобы виновные заплатили ей, а они прячутся. Только Ты можешь сделать это, Господи. Ее колесницу, Господи, исправь. Она так много служила делу Божию. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. И от длительных путешествий на другие континенты. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Добрый мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу по мытарствам страшным и непонятным и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить из бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном и видеть нуждающихся и помогать им. Аллилуйя! И каждому, Господи, даруй доброе жилье. И Гавриилу, и Сергею. Аллилуйя! Святитель Христов Никола Мирликиф еще дотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание этой юдоли печали в земле. Слава Тебе, Боже наш! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Ездра, Ниеме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Ио, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отрак и пророк Михей, Аврам, Исаак и Аков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода нашего отшествия не засталось не готовыми. Но чтобы он был выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в духе святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Иустин Пилосов, Косма и Дамьян, Андрей Стротилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Ситуеццарское семейство, Владимир, Вениамин и Осип. Да укрепит Господь народ свой верующих в Него, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста на чело или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священца обманывающих людей, что будто бы от предсказов Тобой казней, грядущих на всю вселенную, можно избавиться какими-то союзами, соглашениями, изобретениями, медициной. Все это сатанинская ложь, ибо твои причистые уста произнесли. А евангелисты это записали в Святом Евангелии, что будут глады, моры, землетрясения, войны. Восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И ты добавил, что всему надлежит быть, этого никто не может изменить, и земля должна претерпеть это заступничество, за разврат, за что был погублен Содом и Гаморра и пять окрестных городов. Всю землю соделали Содомом. Укрепи народ Твой, Господи, правильно воспитать детей, чтобы с детства приучили их любить Тебя, во всем видеть Твой промысл о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мужи веры. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филамет. Иероним Стридонский и все перевозчики Священного Писания молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. И помилуй нас Господи, а еретиков и сектантов разве, ибо в царстве Божьем ни един еретик не сможет пройти, так говорит нам Слово Твое. Коснись их сердец и добрые их дела, делаемые по плоти, обрати во славу себе, как много православных ушло веретики и сектанты, и как мало из сектантов приходят православия. Слава Тебе, Господи Божий наш, за милость и долготерпение Твое. Благослови, Господи, Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица. И более всего заботиться о своей душе, их таланты, обрати полностью на дело благое, чтобы меньше всего искали новости в интернете. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Господи Божий наш, великие дивные дела Твои. Прости, что забываем сейчас все Твои благодеяния. Прошу Тебя, Господи, снова посети болящих, укрепи их, дай силу безропотно перенести страдания, прославляя Тебя, и пошли в исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Любовь, Алевтину, Маргариту, Александру, Неанилу. И всех, просящих помолиться о них. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога на святые жены и девы. Фёкла первомученица, Патина, Самаринина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь, Матерь Иксофия. Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перпетуя. Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская. Престила и Акила. Андроник и Юния. Киприан и Устина. Да укрепит Господь жён и дев. И дарует им послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохранение хосяческого поругания и насилия. И справки покоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. И прими нашу молитву, Господи, воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, мы верим, что Ты единый, сохраняющий этот мир, сотворённый Тобою, как Зиждитель. Ты наш Бог, знающий всё прежде бытия. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий нас Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И мы молимся о незаповедавших, коснись их сердец, отверзи им двери примирения и дай понять, что за гробом нет раскаяния, покаяния, которое вело бы их в жизнь вечную. Пощади их и помилуй. И упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, страдников, благодетелей всех христиан. Ибо нет человека на земле, который живянести грешил бы. И просим всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. И благослови, Господи, готовящийся к путешествию Николая Владимира. И помоги им исполнить, для чего они едут. Чтобы все было во славу Твоего Святого Имени. Аллилуйя. Господи, благослови Вячеслава и всех трудящихся на этом поприще. И сохрани наши сокровища в интернете. И благослови трудящихся там. Игоря Юлия, Дмитрия Виктора, Гавриила Ольга. Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Тебе, Боже, хвала и слава. Господи, помоги нам ускорить издание четырехтомника «Проповедь в стихах». Побуди к этому более всего директора типографии Вячеслава Елену, чтобы вначале уже сегодня принять хотя бы один том книг. И пошли необходимое средство для окончания этой работы. И далее издать и просят люди к истинному православию книгу. «Как Ты велик, Христе Боже, слава Тебе! Господи, говори, слушают рабы Твои голос Твой». Мир всем! И доброе утро всем! И Христос воскрес для всех! Я каждый раз напоминаю, что у нас утреннее моление не заканчивается молитвами только, но еще более углубляемся в Слово Божие. И новый завет «Столкование облаженного фефилакта» считают две сестры. Они сами взяли это поприще. И по сегодняшний день ни одного замечания нет. Напоминаю, что они в разных частовых поясах и никогда не опоздают. Вот нам пример, пока люди живые. Итак, дорогие наши сестры, Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Сейчас ваше время будет. Я напоминаю, что сегодня я очень сильно тороплюсь, чтобы хотя одну книгу сдали. Мы уже все получили. И редакция сделала какую-то льготу нам. Мы вошли в то, что я хотел, чтобы... Могли мы сделать так. И пока они первым том издают, может, поступят средства откуда-то. Я просто молюсь все время. И люди, кое-кто начинает шевелиться. Потому что это время коротко все кончится. Не издать. И мы думали сначала издать 100 экземпляров. Я даже думал 50. Не тысяча книжек, 50. Ну, умножь на 4 книги. 250 договорились. Заказ все сделаем на 500. Это уже что-то. Это уже... Ну, и ясное дело, что сумма растет. И недавно кто-то пришел ко мне, дал деньги. Всех переспросил, кто был. Все отказались. Ну, как же так? Ну, деньги ясное дело, что мы на дело Божие отпустим. Напоминаю, как у меня было. Когда нужно было первую книгу выпустить, а денег нет. Всех опросил. Нету. Ну, то есть есть, но не очень расположены к этому делу. Умирала, сильно болела. Рак груди. От поломанной руки у нее все это началось. Егоренко. Здесь, в девичности Торбеева. Надежда Павловна. Она у меня была здесь, как комендант. В этом месте, где я живу. И перед самой смертью я ее просил. Ну, как пройдешь все там, плентарство-то. Она исповедовалась, причащалась, соборовалась. Очень хорошая была. Ну, она, видимо, татарского происхождения или где была. Такая ревностная. Я говорю, ты найди там Николу Чудотворца. Он же там подкидывал одному богатому в окошко золотишко-то. Да пусть бы меня на что-то подкинулся. И вот люди услышали, я не знаю, как молятся, но что-нибудь есть? Да нет ничего, молимся. Сороковый день. Нет ничего. И где-то уже ближе к обеду в дверь стущаться. Я открыл. Человек стоит с акваяжиком. И вам деньги нужны? Я говорю, да. А вы кто? Я вам даю деньги под одно условие. Ну, если выполнимое. Он говорит, чтобы ни один человек не знал, что я у вас был. Почему? Они какой-то компанией заведуют. И там у них есть те, кто ко мне не расположен. И чтобы у него не изменились отношения тех людей к нему. Я говорю, хорошо. И я выкупил первую книгу «Церковь, свобода, тюрьма». И даже в экспрессе газеты была статья «Помощь с того света». Итак, прошу всех вас, как дорогих и близких людей, помолитесь сегодня. Мне так охота, чтобы директор подписал документ, который их бухгалтерия уже выслал. Они маленько убавили. И мы там убрали кое-что. Там бумагу, сорт пониже. Ну, чтобы хоть чуть-чуть-то. Ну, невозможно. Издать только сразу за 2 миллиона захватывают. Даже деньги-то невиданные для нас. Я никогда в руках такую сумму не держал. И они сделали послабление. А тут я еще сказал, что давайте так мы... Вы издайте нам все. Мы половину выкупим, а половина пусть полежит пока... Ну, Господь в этот же день разрешил этот вопрос. Оказалось, что ни один я об этом думал. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Дарую, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 18 и 19 стихи. Отменение же прежде бывшей заповеди не бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Толкование. Сказал, что закону применение бывает, и показал это. Далее отыскивает и причину, ибо мы, люди, тогда успокаиваемся, когда узнаем причину. И говорит, потому произошло изменение и отвержение прежней бывшей заповеди, то есть прежде бывшего завета, что он найден был неполезным и немощным. Итак, что же? Закон никому не принес пользы? Конечно, принес пользу, но он оказался бесполезным для того, чтобы сделать людей совершенными. Ибо присоединяет, ибо закон ничего не довел до совершенства. Почему же закон был немощным? Потому что в нем возвещались одни только письмена «Делай то и не делай этого», но он не сообщал никакой силы к исполнению заповеди, что ныне дается нам духом. Однако здесь нападают и ретики, поносящие закон, говоря, даже и Павел унижает закон, но он безумные не назвал его плохим, а бесполезным и немощным к тому именно, чтобы делать совершенными. Ибо как молоко полезно младенцам, соответственно, их возрасту для совершенных же бесполезно, так и закон для несовершенных иудеев полезен, отвлекая их от идолов и приводя к Богу, сообщая им соответственные заповеди. Для нуждающихся же в более совершенных заповедях он не был таким, ибо он заповедовал плотские и жертвы, и очищения, в которых духовные не нуждаются. Поэтому ныне он был отменен. Отменение же есть отменение того, что имело силу. Таким образом, закон имел власть тогда, когда было его время. Отмена, говорит заповедь закона, приведено же упование, какого не было у иудеев. Ибо и те имели надежду, благоугождая Богу, овладеть землею, преодолеть врагов и вообще уповали на телесное благо. Но наше упование не таково, оно превосходнее, ибо мы уповаем на небесное. Что будем близ Бога, предстанем и будем служить Ему с ангелами. Выше он сказал, входит во внутреннейшее за завесу, евреям 6.19. Теперь же посредством которой мы приближаемся, говорит Богу. Ибо упование приводит нас к самому престолу Божию и поставляет вместе с херувимами. 20 стих. И как сие было не без клятвы, толкование. Вот и другое отличие нового священства, священника от древних и одного завета от другого. Ибо священство Христово было обетовано не просто, но с клятвой, чтобы Слову Божию верили вполне, как и выше для большей убедительности сказал, что Бог клялся Аврааму, евреям 6.13. 21 стих. Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину мелхоседека. Толкование. Ибо, говорит, священники закона поставляются без клятвы, и ни об одном из них Бог не клялся, говоря, ты будешь священник по закону, Христос же с клятвой, данной через Бога, говорящего к нему, ты священник по некоему новому образу, не по Аарону, но по мелхоседеку. 22 стих. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Толкование. То есть, поскольку клялся, что он всегда будет священником, ибо не клялся бы, если бы не был выше, отсюда и новый завет выше Ветхола. 23-24 стихи. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Толкование. И здесь показывает преимущество, которое Христос имеет сравнительно с первосвященниками по закону, и говорит, что там много священников, потому что они смертны. Здесь же один, потому что он бессмертен, и так имеет священство неприходящее, то есть, неразделяемое ни с кем и непередаваемое. Видишь ли, сколько оно выше? Насколько оно выше? Насколько бессмертное выше смертного? 25 стих. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Толкование. Так, как говорит он, бессмертен, то может предстоять за всех и спасти до конца, то есть, может даровать спасение не временное, но полное, и, разумеется, как здесь, так и в будущей жизни. Ибо первосвященник в Ветхом Завете хотя бы был и славен, приносил жертву Богу в то время, пока жил, каков, например, Самуил и подобный ему, а после того уже нет, ибо умирал. Здесь же первосвященник вечный и всегда живущий, посему и может всегда спасать приходящих через него, то есть, через веру в него, ибо кто верует в сына, тот без сомнения приступает к отцу, ибо он путь к отцу, и кто держался этого пути здесь, там получает успокоение. Так уничиженно сказал это о Христе по плоти, ибо действительно, он первосвященник по плоти, поскольку же он первосвященник, постольку, говорится, ходатайствует. Таким образом, воскрешающий мертвых и оживотворяющий, как отец, ходатайствует, когда ему должно спасать? Каким образом воскрешающий мертвых и оживотворяющий, как отец, ходатайствует, когда ему должно спасать? Как ходатайствует тот, во власти которого весь суд, кто посылает ангелов для того, чтобы одних вернуть в печь, а других спасти? Конечно, по человечеству сказать, ходатайствовать. Снисходя к слушателям, Павел говорит, «Не бойтесь и не говорите, да, он любит нас и имеет дерзновение пред отцом, но не всегда может совершить о нас первосвященническое дело. Когда я говорю о человечестве его, то я не отделяю его от божественности, ибо у обоих одна ипостазь, но даю слушателям разуметь должное о том и другом естестве». Кроме того, и то самое, что сын с плотью сидит со отцом, есть ходатайство за нас, как бы плоть умоляет за нас отца. Конечно, она и была воспринята ради этого, именно ради нашего спасения. 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Толкование». Из этих слов ясно, что как выше, так и теперь говорит о плоти. «Ибо кто может сказать подобное о Боге, и не постыдится ли, прилагая это к непостижимой природе Божией? Итак, Он святой, такой, который не оставляет ничего должного, что подобает Ему совершить, и непричастный злу, то есть чушь коварства и зла, и не было лжи в устах Его, Исаии 53, 9». Сравните 1 Петра 2, 22. «Непорочный, и это также кто может назвать похвалой для Бога? Ибо Он имеет такую природу, что не оскверняется». Ясно, что говорит это о человечестве одного Христа. Первосвященники по закону говорят, хотя бы и были во всем прочем святыми, «Однако, как люди не чужды пороков и не вполне отделены от грешников, ибо как иначе, если и сами они причастны к прегрешениям?» И кроме того, никто из них не был на небе. Наш же Первосвященник, вместе с тем, что Он преисполнен всякой добродетели и отделен от грешников, еще и превознесен выше небес, воссев на самом престоле Отца. Выражение, превознесенное, как очевидно, употреблено о нем по плоти, ибо, как Бог Слова, Он всегда был выше небес. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спасибо, Христос, сестра! Слава Христу! Ну, на славу Божию! Если вопросов никаких строчных нету, то только теперь вы стремитесь, чтобы Господь благословил сегодня сдать хотя бы один том. Говорят, где-то что-то там оглавление, не это, ну, не ровно где-то, успеть захватить то, что нам разрешают. Когда мы начнем, тогда и администрация увидит, что мы не проходимся. Почему-то я не могу никак сдвинуть сегодня. Вчера ночью проснулся прямо, здесь-то ночь уже, а звоню кому своим. Нет, да не надо еще неделю подержать. Да как это неделю? Я уезжаю, там связи нету. А как это? Вот сегодня сейчас приезжать должна сестра Надежда Дмуха, фамилия ее, у нее фотоаппарат. Елена Владыщук договорилась с ней, она приезжает сюда в 9 утра, и чтобы нужно новые снимки сделать для книги. Я заказал, чтобы из Потерябки привезли наушники. В наушниках я сколько сидел лет. Хотят, чтобы хоть... А у меня только видео. Там с Сергеем парализованным. Ну, там можно было взять, но... Игнать Тихонович, Игнать Тихонович, наушники, я ваши наушники найти не могу, где они у вас лежат? На столе, по-моему. А где же, а куда они делись? Не знаю. Вы же, наверное, с собой их забирали. Откуда они здесь? Я их не вижу, только колонки вижу. А у меня где? У меня где? Подскажи, какое место они могут быть, что я с ними никогда не встречаюсь? Когда каждый листик на учете? Не знаю. Вы же и всегда забираете с собой коробки вместе с компьютером. Тогда я забирал. А потом я не забирал. Я даже много забирал там. А теперь оставляю все там. И даже колонки там остаются. У меня, потому что появились старые. А там посмотри, на столе за компьютером старым. Там где-то мог это бы быть лежать. На столе. Ладно. Да, пожалуйста. Если можно. Ну все, тогда отхожу я. С Богом. С Богом. Храни вас Господь. Ждем в гости. С Богом. Храни Господь. Спасибо. Спасибо. С Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...